Будь аккуратней Подожди Добрый день Здравствуйте православные христиане, Господи Патрияевка Приглашаем сегодня к клубу в 3 часа Беседа будет о святой библиотеке, висите христиан, спасение души для вечности 3 часа возле клуба, даме святой евангелия Спасибо Воскресенье, висите в интернет-сайт Приглашение в библиотеке, висите православные христиане Воскресенье, висите православные христиане Воскресенье, висите православные христианы Пока не йду outfit Есть фанат вон идут вот здесь добрый день добрый день, православный христианец поселка Потеряевка, приглашаем сегодня на 3 часа к клубу на беседу Святой Библии Иисус Христос, как спасти душу свою для вешенности, дарим Святой Евангелие да брат, у вас интернет есть? нет да да я слушаю, говори если православные книги есть, если Христос сам дом постучись дарим Святой Евангелие да ты читаешь? да Марк Лукань, Иван, Артей хочешь? ехать может в интернет может есть? нет ну приглашение в библиотеку 38 книг православного библиотека есть вон женщина из этой калитки вышла вот из этой крикни ее, она может отзарвется да работают люди не знают Бога не знают его заповеди святые что их исполнять надо что же 6 дней работать с ними посвяти Господу Богу своему но к сожалению все так дарим Святой Евангелие дарим Святой Евангелие нет интернет есть нет книги взять в нашей библиотеке православные книги все читаем все читаем все читаем ты туда не ходи пойдем домой за его добрый день православный христианин поселка Матеряевка приглашаем сегодня клубом 3 часа на беседу Святой Библией в Иисусе Христе как прести душу для речности хорошо, придем время будет придем библию будете читать с твоей евангелие у меня есть такая у вас может интернет есть? нет ничего не надо вот приглашение в библиотеку вашу 38 книг православных в нашей библиотеке приходите берите читайте Спаси Христос давай тут закрыто было? да закрой брат неудобно да это так но так все в в на то так и а Добрый день. Православный христианец поселка потеряет. Приглашаем сегодня три часа к клубу на беседу о Иисусе Христе и Святой Библии. Три часа у клуба. Дарим Святой Евангелию. Дайте Евангелие что-то считать. Нет, спасибо. Может у нас интернет есть? Интернет есть. Вот наша визитка нашего сайта. Интернет сайт православный. И приглашение в библиотеку. 38 дней православных. Дарим Святой Евангелие что-то считать не будет. Нет, нет, нет. Слава Божия. Здравствуйте. Здравствуйте. Новый день. Православный христианец поселка потеряется. Приглашаем сегодня три часа к клубу вашему на беседу. Святой Библии и Иисус Христос. Как прости душу для вечности. Дарим Святой Евангелие. У вас интернет есть? Ну, да. Вот наша визитка нашего сайта. Посетите. Православный библейский сайт. И приглашение в библиотеку. 38 дней. Три часа возле клуба приходите. До свидания. До свидания. До свидания. Дарим Святой Евангелие. Возьмите фруктный шрифт. Не, не надо. Задать спасение души, а вечности. Жизнь короткая. Мы знаем. Кому сколько дано. Дай-то Бог спасти душу свою. Замок. Пошли. Хозяева! Добрый день. Мы с Дени Поперяевкой приглашаем в 50 к вашему клубу. На беседу беседа будет об Огонь и спасение души от Вихристики. Теперь вам будет дать. И в Памяте. И приглашение, что вашему сыну любезтики, мне не скажут вам такие детства. У нас, да? Да, да, да. Ваши люди. А у вас это в детской. Это интернет у вас дома есть? Нет. Где-то, да? Ну ладно. В 3 часа суббота. Хорошо, спасибо. Спасибо за помощь. Всё? Куда? Продолжаем. 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 Вот мы зашли в Корсинский клуб. Здесь у них почетные грамоты. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! А я не стёрла! У меня и плоток есть Если у меня стоит никаких Юбка должна Первый раз Никаких каблуков Было бы сказано Мы же той закалки ищем Как нашим женщинам такого послушания не хватает? Да нет, конечно, как же От того и много разводов в семье Сто процентов уже доходит Ну так Эти книги подарили Пришёл один человек Так что мы не надеемся на массовые такие сборы У нас люди вообще не активные Никуда не то что И на концерт Знаете, патриарх Кирилл Он проехал до Дальнего Востока Говорит, там духовное разваление То есть это не только В Шарчино В Паново Это везде по России Такой активности нет А если в Писании говорится Если бы какой-нибудь ветрик Ну такой, знаете, проповедник Ну или агитатор, скажем Говорил о напитках крепких Чтобы он имел большой успех Почему? Народу это надо Бесплатные пирожки Пиво, вино, водка Всё А Слово Божие Живо и действенно Это зачем, да? Ну, это для нас не новость Потому что в Священном Писании говорится Много званых мало избранных Вот, мы даже Я не знаю, сдать сейчас никого Или по-моему не следует Можно и с одним, и с двумя провести беседу Потому что это живые души А душа человека это дороже всего мира То есть если все Сокровища собрать Какие есть В ней Бриллианты, золото Ничего только нет Душа человека, она перевесит Весы представьте Потому что Господь сотворил человека вечным И сотворил нас для того, чтобы мы были в раю Так мы вот живем Какая жизнь у нас сейчас Вот жалуются, что То пенсия Ну, действительно, никакая пенсия Самая богатая страна мира Мы согласимся Кто там Дороги плохие Действительно Со времен Испокон реков Дороги плохие Может быть они нам и помогли Победить там Врагов То еще что-то Путин не такой И так далее А мы говорим, что Я не такой Мы не такие Нам надо меняться Нам надо Направиться ко Христу Чтобы Веровать во Христа Правильно Мы для этого то и ездим По деревне Мы ничего от этого не имеем Никаких Никакой прибыли Вот И мы ничего не потеряем Потому что Мы призываем людей Ко Христу Они не приходят Но на страшном суде Это будет все Конечно Выглядеть страшно Что людей из Вали Приходите Читайте Евангелие Мы такое Евангелие распространяем По благословению Патриарха Кирилла Вот Святой Евангелие Четыре Евангелия От Матфея От Марка От Луки От Иоанна Некоторые не знают И спрашивают А что это у вас за книга Это из Библии Евангелие означает Благая Весть Благая Весть об Иисусе Христе И как издано Господь же подвиг этих издателей Крупный шрифт Мои родители уже Плохо видят И для них это Очень существенно Крупный шрифт И для вас тоже Вам подарили такой Евангелий? Да А вот я прочитаю И потом Мне в библиотеку сдать? Да прямо Нет Это Вам лично Вам лично Спасибо Мы бы хотели Через Галина Анадимова Хотели бы Вам оставить здесь Чтобы Вы библиотекарю передали Могли бы Вы сделать Передам Несколько Это все что бы дарили Не продавать А подарить Или как там библиотекарь определиться Чтоб читали, приносили Я не знаю Но лучше на дар Потому что это дарить книги И вот как это изнано благословенно Тираж 150 тысяч экземпляров В городе Где бы мы ни распространяли Или здесь по деревням Везде говорим Что для пожилых И для плохо видящих Это благословение Божие Вот это 4 Евангелия Часть Библии Часть Нового Завета А люди даже некоторые этого не знают Ну Несколько лет назад мы приезжали к Вам Вы были здесь на встрече? Да Вот мы из Потеряевки Некоторые братья из Барнаула Вот мы добровольцы Волонтеры Которые желаем Чтобы люди Познали Христа И поэтому едем В это время В воскресенье Едем Чтобы Пригласить людей на беседу И раздать Святой Евангелие Вот мы Как я уже сказал Ничего от этого не имеем Но имеем радость духовную Мы очень довольны Если видим Лица радостные Что если люди берут Святой Евангелие Стремятся К беседе Вот если бы у Вас был Кто-то активный Проводил беседы Вот Несколько лет назад Мы здесь пытались С братом это сделать Галина Отчество не помню Уважение Значит сегодня нету А мы сейчас доехали До нее там Замок у нее висит Она по ее мочать Ну да Где там Поэтому зовем людей Ко Христу А сколько придет Это уже не от нас зависит Мы Сеем Вот Кто-то может быть Поливать будет А Бог возвращает Все это То есть рост дает Сам Господь Как вот семя Брошенное в землю Ну Хозяйки знают Бросил А как оно растет Хозяйка поливает Пропалывает Она не знает Как это все Какой там процесс Это Бог все этим руководит Так и в духовной сфере В жизни человека То есть семя брошено Дальше как От человека конечно зависит Будет ли он стремиться К духовному Или к земному Плоскому И вот Сколько мы уже проехали За эти годы Удивительные были путешествия На вот этой белой газели Там можете потом посмотреть Белая грузопассажирская газель Мы проехали весь континент Евразии От Владивостока До Лиссабона А Лиссабон Это столица Португалия Владивосток Дальний Восток Находка Братья здесь участвовали Сергей Павлович И с собакой ездил он Он в некоторых путешествиях Не мог Не ездил А в некоторых ездил Собака его заняла Первое место В России То есть собака Благословение Божие на этой собаке Она нас охраняла Но нас Господь хранил При помощи собаки Вот Сергей Павлович сам Дрессировщик собак И вот Господь нам позволил Проехать Западную Европу Восточную Закинуть сети Евангельские И поймали мы В эти сети кое-кого И сейчас Некоторые люди приехали И крестились у нас 12 человек Истинное крещение Погружение Вот У вас то выход в интернет Имеется Вы говорили Что вот там это все Можно найти Да Вот человек Моя супруга Она с Франции Православная христианка И Господь сделал так Что мы там Познакомились И она в этом году Вот Год назад мы познакомились Приехала Приняла крещение И вот Венчались мы То есть видите Какое Божие благословение У верующих Другая жизнь Другие Друзья Другие желания Знакомства У нас желание Возвестите О Христе Вот Многие Я не в осуждении Говорю Многие работают Копают картошку Картошку надо копать Шесть дней Других Другие дни А в седьмые то Богу посвящать Но люди Не знают Бога Поэтому Вот такие у них Такая жизнь Зачастую даже Нет радости на лицах Почему Не знают Христа Это самое главное Не то что мы Пенсии мало получаем Или у нас Начальник не тот Я не знаю Если Христа Это самая главная Беда Даже не болезнь Тут как то вот Спросили От чего болезни Я говорю Ну приходите мы Побеседуем На этот вопрос ответим Чаще всего По нашим грехам Это болезни Потому что мы согрешаем И Господь нас Наказывают Священное Писание Об этом говорится Что Господь не наказывает Это обман Ну это некое такое Очеловечение Бога Конечно он Не такой как мы Вот Но для нас написано Доступным нам Языком Чтобы мы понимали Этого Господь Наказывает Да Но он в то же время Милосердствует И милость его Над нами постоянно Простирается Вот что сегодня Вы здесь Это благословение Божие Что вы открыли Здесь клуб Хотя никого нету Вроде как бы Досадно Обидно Но Так Все таки Вы слышите Благою весть Это все в промысле Божьем Что вы сюда пришли И слышите Благою весть И получили Святое Евангелие Вот Ну вот Наше путешествие За границей Было два В тринадцатом году И в четырнадцатом В этом году Север России До Мурманска Вот братья Как раз брат Сергей Пускай покажись Кто брат Сергей Да Он участник Этого путешествия Был То есть Книги которые Господь позволил Игнату Тихоновичу Выпустить Они в вашей библиотеке Мы приезжали В центральной библиотеке Городов Дарили Вот Нужно было За короткое время Но Игнат Тихонович сам дарил Вот в тринадцатом Четырнадцатом году И до этого Мы объездили весь Алтайский край В северные центры Или почти все В основном Девяносто с лишним процентов Новосибирская область Это Значит В Барнауле Шишковка Библиотека В Новосибирске Ряд библиотеки Как раз книги Отвозил От Алексея Игната Тихоновича И дарим Эти книги Чтобы люди По этим книгам Нашли путь ко Христу То есть Это Если человек будет Сам заниматься Читать Опять же Самому надо Иметь внимание Иметь желание Насильный никто В Царство Божие не введет Сюда нам нужно дойти Ну тут рядом все Ну много званых Мало избранных Значит у них нет избранных У них на другое Что картошку копать Ну это Копать надо духовное Копать глубже Как одному святому голос был Копай глубже В Священном Писании Это все пройдет Кто нам картошку дает Урожай собираем Земля нынче вообще Удивительный урожай нам дарует Сколько яблочек Мы с братом он говорили Снимает Владимир Таких яблочек Никогда не было у нас в лагере Ну да ни одной червивой яблочки Я рассказываю родителям Вчера мы приехали от них То есть сегодня утром Вот в Заялский район Гелевка У них Такие тоже крупные яблочки И почти каждой червивой Да в основном У нас ни одной червивой Что это Ну ты просто удивляешься Благословение Божие И все Господь нам дарует И эту картошку Нынче урожай хороший Опять же вот у родителей Картошка всегда мелкая была Там земля бедная А тут такие урожаи Бог дает Как же не возблагодарить Бога За дивные его дела Что день начинается Тихомирное время Там на Украине в Донбассе Многие не проснутся уже Такие снаряды Кассетные Наш отец Аким Батюшка был там И привозил Какие частички летят Кассетная бомба Там страшно представить Она просто пронзит человека И все Это оружие запрещенное А они это используют Она взрывается И кажется в радиусе То ли 400 метров Летят вот эти Иглы такие И сколько-то там Десятков тысяч Начинено вот этими И все это там Это происходит А у нас тихое мирное время И мы чем-то еще не довольны Понимаете Какой-то ропот Даже бывает На Бога ропот Устретился человек Что Вот Вот Если бы он был Я бы по-другому Жил Я сначала Поясните Ну Опять же Ропот на Бога Вот в чем дело Роптать на Бога Это уже Такой грех Что знаете Израильтяне Когда выходили Это в Священном Писании Говорится об этом Из египетского рабства И роптали на Бога И Господь сказал Что вы не войдете В землю обитованную Все делайте Без ропота и сомнения Апостол Павел говорит Все делайте Без ропота и сомнений То что я родился То что я дышу Вижу Я полноценный За это уже хвала Благодарение Богу А сколько людей Парализованных И сейчас На операционном столе Лежат И не знают Бога И вот-вот Уже перед ними Врата вечности Распахнутся Ну Со мной Слава Богу Господь милость свою Простирает У кого-то нет родителей У кого-то Да Этот список Можно перечислять Долго и долго Что не полноценные семьи У нас все Дает Господь Чтобы существовать Нормально Все есть у нас Поэтому Главного конечно Нет У русских людей Во множестве Даже в церковь ходят Но нету Христа В сознании Нету вот этих Десять заповедей На скрижалих сердец А чтобы это было Нужно читать Вечное Евангелие Каждый день читать У нас Библиотеку Мы вам Привозили Толкование Священного Писания Вот И радостно Что слышно Известия Когда вот Игнат Тихонович Дарил книги И так Распространял Покупали Ну а многие города И по многим странам Что люди читают Новый Завет И толкование Первый том толкования Это как раз Толкование на Евангелии Блаженного Блаженного Фефилакта Он жил в одиннадцатом веке Но Господь позволил ему Сказать проповедь И записать Это Он ли или Кто-то записывал Ну то есть Краткое толкование Наиболее оно такое Обширное Это продается даже В церковных лавках Блаженный Фефилакт А мы только что Игнат Тихонович Сделали Он издал это все В трехтомник Все это сжал Именно чтоб удобно было Раньше это по отдельности Продавалось Да и продается До сих пор А он в трехтомник Это заключил И вот это Читать нужно Каждый день Как хлеб Для души Мы здесь проходили Магазин хлеб Ну хорошо А духовная пища хлеб Принимает Наша душа Оказывается нет И человек Просто-напросто умирает У него нет понятия Греха Нет понятия Что значит Нарушить заповедь Божию А читая Священное Писание Господь меня касается Что мне Бог Мой любимый говорит Я ему говорю в молитве А он мне говорит Через слово Вот эта двухсторонняя связь Должна постоянно Осуществляться Если этого нету То человек просто Мертвый Он живет Ну казалось бы сам по себе Но это не сам по себе А дьявол им руководит Дьявол научает Что в другой день Надо работать В воскресный день Надо посвящать Богу Молиться Посещать больных Раздавать Евангелие Благовествовать Заниматься своей душой Занятия по Слову Божию Вот а люди Этого не знают Поэтому и Широкая полоса людей Широкий пространный путь Ведущий куда В ад В погибели Многие люди идут им Я не осуждаю Я просто говорю Слова Писания Что так и есть Это и было две тысячи лет назад И тысячу лет назад Что много погибающих И сейчас так же Поэтому Мы всегда рады Ходить по домам И нести Слово Божие Это все бесплатно Вот Раздавать По благословению Патриарха Кирилла Это благословенное издание Ну вот так вот Что как говорится Господь на сердце мне положил сказать Вот то что я сказал Ну какие то может быть вопросы И братья Даже может и сестра вставать У нас нет такого Строгого регламента Что сестры Могут тоже дополнить Братья что нибудь скажете Дополните А как вы общаетесь на Боковне Затем же вы Присели конечно Золофас Она русский знает Хорошо Ну скажи Родилась в Белоруссии В 11 лет Вехала с мамой по-французски По-русски по-французски Да Французским Если кто желает французский изучать Пожалуйста Обращайтесь Сейчас интернет В некоторых домах Говорят хороший Других слабенький Можно по интернету заниматься Вот Вполне Она может проводить занятия Вот уже там В Франции проводила Университет Университет Три года Филологически Она Училась То есть Не закончила Таким обстоятельствам И реально Нравится Да Вот Ну еще какие вопросы Дополнения Братья что нибудь скажете Вот как то вы конечно активны Активны Кто у вас был бы активны Чтобы Так вот Беседы проводить Ну нет вот таких у вас Мы старались с Галиной Вожениной Ну как то это наладить Но не получается Вы же к нам приезжали По-моему с ней вдвоем Да Это лет пять назад вы были наверное Наверное уже Приезжали на День деревни Да В мае Они же собирались Вы же ходили Женщины К ней нет А потом что-то Да Мы С братом приезжали И приглашали Людей Она не против была Прямо к ней на дом Вот сегодня кто-то пошел И встретил Да Ты Что уважением их собирались Вот Ну мы как то даем толчок Понимаете Здесь человека же не заставишь Надо чтобы он сам Своим произволением шел к Богу Чтобы у него было желание читать Священное Писание У меня вот приятный опыт Я от родителей приехал И слышу Вечером А потом утром Отец что-то Думаю Что он там с мамой разговаривает Оказывается они Взяли молитвослов А он же немощный Он с тридцать пятого Мама с тридцать восьмого Сидя сидят Молитвослов Там параллельный Текст на славянском А тут на русском А они на русском И молятся Перекрестились Дальше Ну немощь уже стоя не могут Можно хоть сидя Лежа молиться Вот Но главное Чтобы эта связь с Богом была Молиться надо чаще Златоуст Великий толкователь Священного Писания Говорил Как мы молимся Так мы и живем Вот такая вот жизнь Плохая Сын, дочь не слушает Кто-то пьет Кто-то наркоманит Или компьютерное объяснование Компьютерные игры Это объяснование Вот Прежде всего Обратить на себя внимание А я-то молился за них Или нет Молились мы За них Плакали Слезы Дети Они Бога не знают И живут как хотят Вот так Поэтому надо начинать С себя именно Каждому Начинать с себя С покаяния Пред Богом Покайтесь И веруйте в Евангелие Этот призыв Он звучит Вплоть до наших дней И дальше До скачания века А пришествие Христово Приближается Уже можно сказать Шаги Христа Слышны Он говорил что В разных местах Будут войны Землетрясения Сейчас действительно Такие бывают катаклизмы Что Я читал Это как статистика Такой учет Что Чаще В 20 веке Стали происходить Катаклизмы И прям показывают Кривая она растет А это к концу века Для нас Это Верующих Это не новость Господь об этом говорил Что будут войны Глады Землетрясения Моры И так далее По местам все это будет Все это выполняется Слова Священного Писания Не выполняются Просто Люди живут И говорят Нет Бога Сказал безумец Сердце своем Нет Бога Это еще Псалмопеец Давид говорил И в наше время Эти слова Так же они актуальны Безумец такой человек Как нет Бога Она же вот Растет семечко Одно бросишь там Вырастет арбуз Ну арбуз же не садят А семечки Там кукуруза Как это все происходит Это чудо просто Божие Как появляется На Божий свет Человек Как пчелки те же Летают У них там Свои охранники Свои работники Муравьи И как Пойди говорит К муравью ленивец Посмотри на действие его И будь мудрым Вот на действие муравья Глянь и ты поймешь Что это не само по себе Бог дал им Такой коллективный Разум Инстинкт какой-то Они работают Совместно И еще человеку Есть чему поучиться В Священном Писании Божественная мудрость Не просто эта книга Кем-то написана Это Бог написал Ибо никогда пророчество Не было произносимо По воле человеческой Но изрекали его Святые Божии Человеки Будучи движены Духом Святых Дух Святых Это на сердца людей Начертывало Они писали Двигали руками Это и Пророки писали И цари Как царь Пророк Давид И простые пастухи Тоже были призваны Богом Пророчествовали они И евангелисты Апостолы Вот Поэтому Священное Писание Надо каждый день читать Вот возьмите за право Каждый день Ну не понимаете Толкование можно здесь сделать А Златоуст говорит Если не понимаете Все равно читайте Ибо если ты не понимаешь Ты его будешь нарушать И нарушая погибнешь ты И все Дьявол то понимает Что это тебе не надо Он будет отвращать Ой да некогда Надо там Внуками заняться Надо на огород идти Ну к примеру я говорю Еще что-то Или болею сегодня Или глаза уже не видят И все И дальше уже Приходит это Гостя с косой Да Как Есть такой Рассказ Что пришла она Человеку Который Не думал умирать О а что ты Без предупреждения Я не готов Ну через сколько Прийти то Через лет так Пять Приходи И вот опять Годы проходят Жизнь то она Как белка Говорит в колесе Да суета суета И снова она Появляет Слушай Ну я опять не готов Ну давай на третий раз Как нибудь Я подготовлюсь И снова через пять лет Приходит эта смерть с косой А он не готов Тогда она не стала С ним уже торговаться Забрала его душу И все Вот так вот Ну как бы такой Рассказ как бы Был что ли Смысл в том что Люди не думают о смерти Не думают о Христе Не думают о вечности А эта жизнь Она как миг проносится И все Все мы увидаем Как трава Вот сохнет Видите то зеленело А тут засухо И уже все сухое А потом изгнеет Так и человек Только Кажется вот Бегали мы такими были Годы прошли уже Вот Тридцать сорок лет Когда это все Быстро проносится Я на квартире Жил у бабушки В этом В Барнауле Ей восемьдесят три было Ну и как то с ней Разговорился Говорит Да вот только недавно Девчонка бегала Как говорит все быстро Баба Катя Меня принимала Где то я полгода Уже Все говорит Пронеслось стремительно Она верующая Молилась Ну как по-своему там Она в храм то и Уже не могла Ездить Видите как жизнь проходит В этом и себя Вот такой тешит Ложными надеждами Ой мы еще проживем Лет пять десять Мы не знаем Пять минут ли мы Проживем или нет В Донбассе Вот так вот Постоянно вот это вот Напряжение войны Постоянно В воздухе Смерть витает Запомнился такой сюжет Это передавали Да там Траур был В этом Главный город В Донбассе Да Столица Вот Там дети играли Футбол Троили сколько Там бомба упала И все Одного ребенка нет И хоронили Вот такое дело То есть Господь посещает Когда Мы этого не знаем Все это стремительно Быстро происходит Сделай тоже А можешь на один Снимочки сделать Вот там Несколько Мы все снимаем Для истории Был случай Московской патриархии Снимали И в алтарь же Знаете Та часть здесь Священники Где престол там Вот И Кто-то воспротивился Патриарх Алексий Говорит Пусть снимает Эта история Это наша история Мы пред Богом Как пред некой Огромной вселенской камере Постоянно ходим Он нас видит Слышит У мусульман Да абсурдно Как ночь Он не видит Аллах У нас Написано Что отче Господа В тысячи крат Ярче солнца То есть Или в десятке там сказано Может не так точно говорю То есть Господь видит нас И ночью И днем И даже когда мы В утробе матери зачинались Пророк Давид говорил Очи Видели Господи Твои Меня видели Как я там зачинался И от начала Пылина вселенной Что происходило Он знает Он всеведущий Всемогущий А тут когда снимаешь Люди аж Ну Бывает аж Аж беснуются Иначе не скажешь Да мы пред Богом же ходим Чего бояться то А вот здесь Какой то может быть Грех даже скрыт Или еще что то Вот Но мы не настаиваем Иногда действительно бывает Что мы отключаем И все Если где то куда мы заходим Там частная территория И все А на улице Никто не запрещает снимать Это история Ну и здесь мы с вами друзья И все И все Лука 17 Он идет И все И все И все И все И все И все Я с желанием Я с желанием хочу И все 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 слушала, она все не читала, но слушала. Я уж как-то постарался с ними здесь позаниматься, чтобы они этим занимались постоянно. Тоже немощь телесная, но молятся и читают Писание. Дай Бог, чтобы ушли как православные христиане, с покаянием в этой жизни. А там вечность. Если Господь позволит, радостная встреча со Христом. И вся наша жизнь, она как капля вечности покажется такой мелкой, такой незначительной. Здесь только подготовка встречи с Богом. Чтобы душа познала Бога. Что еще дополните, братья? Ну, если ничего, давайте помолимся. Помолим восток туда. Икона нету, мы можем лицом на восток. подстать и пополим. Сейчас, минуточку подождем. лет пять назад мы здесь был Игорь Олентинович снимал. Ну, даже какой-то тут концерт небольшой. Что-то там перелет. Галина Ивановна расположилась так, что открыла. Господи, мы благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты, за это тихое, мирное время, за эту возможность нести Слово Твое, Святое Евангелие. И благослови, Господи, всех сюда пришедших, Слово Твое доселяется в нас обильно, со всякой премудростью. Помоги, Господи, чтобы здесь были активные, верующие, православные, чтобы организовали занятия по Слову Твоему. Чтобы души возрождались для вечности. Слава Тебе за все Твои милости и щедроты. За эту возможность, Господи, видеть радостные лица. За эту возможность нести благою весть. Ибо сколько людей не имеет этой возможности. Лежат парализованные, или хромые, или слепые, или глухонемые. Или других тесных обстоятельств находятся. На войнах насушили. Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, Одиноких, страдающих, болящих, Гони мы за веру, талящихся в узах, Темницах за Слово Твое, Милующих, питающих нас, подающих нам милостовер. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец и Сын, и Святой Бог. Аминь. Слава Христу. Святой Евангелие мы его принесем в библиотеку. А Татьяна Виктора? Аминь. А Татьяна это в детской. Ну можно сейчас и в детскую дать. Потому что это крупный шрифт. Если какие-то у них сомнения будут, вы покажите их. Вот в Могословене и в Крест православный. Сейчас православные немножко пробуждаются и понимают, что надо нести благою весть. Не только, чтобы храмы строить, а нужно храмы строить в сердцах людей. Чтобы здесь Христос обитал. А потом, когда верующие уже соберутся, тогда уже поехать к епископу, чтобы священник был, и церковь строить. Начинать надо вот здесь, основания закладывать. Храм, именно как говорил апостол Павел, вы храм Бога Живого. У нас ходили, церковь и место нашли, бабушка приезжали и все. Здесь мы нашли. Сколько можно? Евангелие, да. А где можно? Здесь на столе оставить? Да можно я вынесу. А завтра вынесу. Так, ну, подарить им, пришедшим, завет новой мелкой вообще-то, или брошюрки подарить им. Брошюрки еще. Там детские 10 заповедей еще есть. А, детскую библиотеку, да, принести надо 10. Может быть, в вашу комнату отнести ей? Я не слышу. Да, мы можем помочь. Да, мы можем помочь. Да, у меня закноетесь, у меня там без света. А, когда я сейчас... В детскую библиотеку с костюмом. В детскую библиотеку. В детскую библиотеку. Ну, штук 10 там принести, найдешь, почему они верят в хорошую. Она не православная, но хорошая брошюрка. В детскую библиотеку много сгустила. Можно, значит, часть детскую, потому что... Крупные шаги можно вполне удобно. Да, там детская, вот через детскую и во взрослую. Они сидят в детской библиотеке. Так что мы туда и не будем. И брошюрки вот для детей как раз. Пусть он станет. Так, ну найдет он. Сейчас я тоже скажу, посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Что, сделал, да? Да, у нас больше же не было, только 3. Не помнишь ты? Нет, там побольше было. Побольше было. Нет, а ее раздали. Раздали? Да. Спасибо вам большое. С Богом. Оставайтесь, Господа Богом. Еще приезжайте к нам. Ну как, Бог даст. Ну давайте снимок сделаем. Сергей. Общий снимок. Да, она уже ушла с вами. Ну вы посередине ставите, как идите. Все-таки директор, либо посередине вот здесь. Да. Да. Со вспышкой. Тогда у нас приезжало больше моих машин. И человек, наверное, 20 лет пришел. Сделайте умные лица. Еще с разных позиций. Все, спаси Христос. Поехали мы. Кто Бог плавает? Оставайтесь с Богом. Садись, брат. Так, в рюкзак сильно помешает. Давай я его назад туда уберу. Не еще. Мы сейчас где-то остановимся. Все-таки аргуст. Так, моя сынка. Все. Машина. Песня. 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 И новый мир, прекрасный озарит, которым радость без конца. Горит огонь, огонь, всегда горит, сломеняет собой холодные сердца. И новый мир, прекрасный озарит, которым радость без конца, в котором счастье навсегда. Молимся! Отче наш, Иже Иси на небесе, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хрёд наш насущный дашь нам днись. И остави нам долги наши, яко уже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, яко Твоей царство и силы и славы веки. Аминь. Благослови Господи, освети сей дары, даруй принятие с чувством благодарности. Тебе за все хвала, слава, чести и поклонения. Аминь. Выбираем спикера собрания, кто будет резать арбуз. Спикер, спикер. Спикер, это слово спик, говорите. Не против? Пожалуйста. Спик. Ножом спикать. А, ну он запылился, его же мыло. Это Людмила Анатольевна подарила нам, спонсор программы. Поперяевки не через какие арбузы выращивали? Конечно, невероятно. Это не покупной? В идеале арбуз. Нет, у нас даже больше был, у нас с огорода снег. А, в идеале. Клеп, яички, опачки. Пива, половину из сыра взяли, может, даже здесь. Пошли, угощайся. Да его арбуз-то не надо ему. Решили с арбуза, наверное. Да, ну это традиция. Традиции корней галяйки. У водителей тоже арбузы хорошие. Хотя они сюда надо угостить выливали. Ну вот, слава богу. А где есть пикапель самобильник? Да, да. Ну вот, сегодня 6 сентября 2015 года. Вот мы приехали с благовестия, с Вашачина. В Потеряевку. Вот заезжаем. Видали, Блюшков за рулем. Брат наш. Слава богу. Господь еще дал нам одну силу пройти. Игорь, еще подъедет завтра. Дальше. Еще не едет. Дальше. Там все снимать надо. Да. Еще не подъедет. Что там торчит? Ничего не торчит. Так вот. Конечно. По-моему, что-то ест. Он почти ест. Вот она. Вот это ест. А, просто он ест. Ну давай. О. Рассказывайте. Приехали, благовествовали. Уехали благополучно. Благополучно. Где Вас прогнозы там? Вот сижу дома и знаю все. Прогнозы. Встретили Галину. Галину Ананимну. Директора клуба. Она открыла нам клуб, пошла. Ну и пришел еще один человек, бабушка. И два человека было. Вот с Галиной. Сейчас никому ничего не надо. Ну мы Галине оставили. Евангелие. Она говорит, я в библиотеку отдам. Вот. Книги там. Я разговаривал с библиотекаршей. Книги все на месте. Берут помаленьку. А библиотекарь просто выходной у нее сегодня. Понятно. Так. Ну где в кого прогнали? Та женщина прогнала. Она мне звонила. Сильно просила прощения. Я говорю, прогнала вас. Я говорю, как? А кто я? Скажите. Игнатий Трофимович. Я говорю, а вы-то хоть где находитесь? Вас только я сейчас выгнала. Я говорю, я в это время заходил. Загуляю. Меня не выгнало. Я говорю, ни кто там. Да я выгнала так. Сердце болит. Простите меня. Ну вы где находитесь? В Шарчино. Я говорю, я в Потеряевке. Как вы могли меня выгнать-то? Ну как выгнали? Ну там женщина была. Это с вами где-то было. Я говорю, второй-то в очках, наверное, был. Да не знаю, какое дело в очках. Вы меня простите. Я сказала, где он Бог? У меня дети уехали. Никого нигде нету. А, ну теперь понял я. Понял. Ну как она прогнала? Я вообще подумал, что она с другого дома за нами пришла. Мы зашли. Я Евангелие подарил. Она заходит. Я не понял, что она даже местная. Она сильно-сильно просила прощения. И она говорит, так это мой дом. А вы почему заходите без решения? Да мы не в дом. Мы даже в ограду. Я говорю, да Господня, земля и все, что наполняет. И она, он, если бы он был, то у меня было бы по-другому все. А я сначала не понял, а потом, это она Господа. Да, вот она просила. Вот она и есть. Я хоть, ну как, борода черная или рыжая, какой он для себя-то? Она, видно, еще не заметила. Ну она даже, как она прогнала, я ей не скажу. Я там Евангелие оставил, как она прогнала. Я говорю, вам книжки-то давали? Евангелие-то. Красное. Давали. Ну а что еще надо-то? Приходите. Куда мне идти-то, говорит? Я говорю, да куда ты пойдешь сейчас так расположено? Да нет, я прошу прощения. В следующий раз, когда будете подъезжать, за 100 метров остановитесь, чтобы, Володя, ты прибежал сюда и снимал, как подходит. Я уж не стал звонить. Значит, Господь коснулся ее сюда. Вы раньше времени не могли приехать? Да вот не получилось. Село большое. А то я договорился на Каренду съездить сегодня, уже никак. Не, нам готовиться надо к школе и ей, и мне тоже. Понятно, понятно. Мы уже сейчас школьники. Ну все. Я тебя там ушел, договорился с женой. Я говорю, ты уже готовься, за Каренду поедем. Игнат Тихович, встретился, фамилия Волков. Вы раньше с ним беседовали, он голубятник. И говорит там, кто у вас главный-то держит голубей? Я говорю, Игнатий Лавкин. Да, говорит. Вон у меня летает, он показал там вдали. Ну, как вроде хотел бы приехать сюда. Пожалуйста. Я говорю, ну здрав Игнатий Лавкин. И две голубятни у него здесь. На престоле. Поговорили. Ну еще. Нормально? Нормально. Спаси Христов. Слава Христову. Все. Ну и будем разгружать все, давайте. Ужить пойдем. Немного. Давайте. Загоним. Это уже. Благодарим. Пошел.